всем привет это я сделал дополнение с примерчиком дополнение к нашему обсуждению этого блин закона сохранения энергии вот и в качестве примера я переделал программку программку какую переделал у меня есть видео вектор движения ну и столкновение там окружности вот я взял эту программку и переделал просто для демонстрации и так что есть смотрите что я сделал вот у нас скорость давайте 3 масса 2 и скорость минус 3 и масса 2 2 объекта которые будут двигаться друг навстречу другу координаты x здесь так давайте вот здесь изменю 300 300 вот я просто для демонстрации да это сделал и и теперь 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 день вылазь сюда ну вот и как мы смотрим два объекта навстречу двигаются и они столкнулись и в обратную сторону с такими же скоростями поехали так давайте этот 600 вот вот скорость одинаково теперь давайте добавим второму объекту который справа массы 20 вот еще на 10 раз будет массивней уже нашего объекта который слева скорости одинаковые боюсь но как мы видим этот объект продолжил свое движение он замедлил скорость замедлил скорость но так а какой у нас тут разрывать и 800 что ли просто так он свою скорость замедлил но продолжим движение в том же направлении то есть это случай одномерного пространства здесь учитывается только x только x вот бэмс и полетел вот ну теперь давайте добавить давайте просто разные скорости давайте масса ставим такие же но навстречу будет скоростью 9 ехать а у этого будет скорость ну пусть три таки останется вот 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 так давайте посмотрим старт из и сейчас как мы видим скорости немного поменялись передались ну и все такое вот этот пример вы можете скачать по ссылке в описании к видео вот здесь что я только сделал я здесь просто добавил эту формулу которая рассчитывает скорости после столкновения то есть по закону сохранения энергии это в самом простом варианте здесь не учитывается 2d здесь одномерный мир в чем его одномерность том что скоро здесь представлена только одной позиции то есть по иксу в двумерном мире у нас уже x и y это уже вектор ну и в трехмерном случае это уже вектор направлении поэтому если не смотрели видео посмотрите это мое видео вектор движения и столкновения окружность вот поэтому здесь 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 и ничего объяснять не буду я думаю вы разберетесь здесь используется пути о поджел вот 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 используется собственно ручно написаны примитивы вот по ним тоже были у меня лекции и уроки по созданию этих примитивов то есть это язык программирования си плюс плюс и там можно найти уроки в которых я создаю найти примитивы вот но большинстве своего случая вот в большинстве в каком большинстве заговаривались вот но на самое основное это то что в нашей вот сегодня программе это используется вот вот эта формула которая рассчитывает столкновение если хотите было бы очень хорошо если бы вы допилили это и добавили сюда 2d то есть чтобы двигались по вектору наши круги они только по координате x вот и сдвигались по вектору направлении это соответственно менялась бы координата x и y вот и сделали вот такие столкновения уже в 2d мире вот ну 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 все то есть это такое небольшое дополнение поэтому подписывайтесь пишите комментарии задавайте вопросы делитесь этим видео ну и все такое всем спасибо за внимание всем пока